24 ребенка до сих пор остаются в больнице после массового заражения в школах города. Напомню, всего с 18 февраля по 3 марта среди красноярских школьников зафиксировано 114 случаев иерсинеоза, или как его еще называют, псевдотуберкулеза. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по краю. Решением суда на 85 дней приостановлена работа поставщиков продуктов. Возбуждены два уголовных дела. Расследование показало, источником заражения детей стали салаты из овощей и фруктов, а причиной стала неэффективная система школьного питания в городе и отсутствие контроля на всех этапах. Сегодня губернатор края Александр Ус заявил, что городу необходимо найти механизмы, чтобы случайные поставщики не допускались до школьного питания. Для этого, например, предложили создать реестр добросовестных поставщиков продуктов. Все-таки создадим организационные правовые основы для того, чтобы детей кормили те, в ком мы уверены. Стратегический вопрос, он действительно стратегический, это о переходе на подключение к организации этой работы структур, которые будут ориентированы на долгосрочную перспективу, они будут соответствующим образом материально усиливать свою, соответственно, базу специалистов и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok